Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите канал Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Большое количество интересного и полезного материала обо всем, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры. Обзоры тест-драйва, обзоры технического плана, а также сравнения. Ну а всю интересующую вас информацию по автомобилям, по вакансиям и по нашей компании в целом, вы можете найти на нашем сайте. Ссылочка будет на экране. Те из вас, кто уже давно подписан на наш канал, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Но в последнее время в наши руки все чаще попадают и машины новые, ну или почти новые, ввозимые по так называемому параллельному импорту. И сегодня один из таких автомобилей. Это довольно интересная машина, интересная по своему сочетанию потребительских качеств и по своему происхождению. Сузуки Балена, третье поколение. Ранее на нашем канале мы уже делали обзор на Сузуки Балена второй генерации, но то была праворульная машина для внутреннего японского рынка с литровым турбомотором. Этот случай довольно интересный. Сузуки Балена третьего поколения, очень напоминающий второй внешне, не продавался в Японии и вообще не существовал версии с правосторонним расположением рулевого управления. Эти автомобили собирались в Индии в основном для рынка Арабских Эмиратов. И если в Японии Сузуки Балена закончил свою конвейерную жизнь в 2020 году, то история этой машины только началась в 2022. Что касается выбора агрегатов, здесь они также отличаются от того, что можно найти под капотом японского родственника. Здесь один единственный бензиновый двигатель объемом полтора литра на 103 лошадиные силы. Коробка передач механика либо автомат, ну а привод сугубо передний. Наш сегодняшний экземпляр 2022 года выпуска на одометре этой новой машины всего 149 километров. А коробка передач здесь автоматическая. Сузуки Балена это компактный хэтчбэк, но далеко не кейкар. Габаритные размеры, длина 3 метра 99 сантиметров, ширина 1 метр 74, а высота 1 метр 47. Колесная база этого пятидверного хэтчбэка 2 метра 52 сантиметра. Автомобиль довольно маневренный, радиус разворота здесь 5,1 метра. А также это один из самых легких в плане веса представителей своего класса. Снаряженная масса этого автомобиля всего 955 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то этот автомобиль окрашен достаточно экономно. Слой краски здесь довольно тонкий и ни на одном месте не превышает 95 микрон. Минимальное значение показаний толщиномера в данном случае порядка 75. Обращает на себя внимание минимальный разброс, с которым на этом автомобиле лежит краска. Похожую картину мы можем наблюдать на свежих автомобилях для внутреннего японского рынка. Обзор автомобиля внутри по традиции начинаем с багажного отделения. Мы предварительно убрали отсюда полку и набор штатного инструмента, который в этом автомобиле по старой доброй традиции лежит просто в пакете. Домкрат, петля, вороток и баллонник. Все это не имеет здесь специального места размещения. То есть никаких дополнительных ниш под инструмент не предусмотрено. У Сузуки Болена достаточно большая погрузочная высота. И речь здесь идет не просто о том, что автомобиль стоит на подъемнике. Задний борт здесь действительно очень высокий. Ширина проема в данном случае это 90 сантиметров. Высота багажного отделения от пола до крыши 85. Длина по полу порядка 72 сантиметров. А ширина по средней части ровно метр. В целом для компактного автомобиля этот багажник не маленький. И во всяком случае он очень глубокий. Но если этого пространства покажется мало, складывайте спинки заднего сидения. В ровный пол они здесь не падают. Но в данной конфигурации длина багажного отделения у вас возрастет где-то до 143 сантиметров. Если же вам надо увезти что-то длинное и узкое, что можно протолкнуть между передними креслами, то рассчитывайте на длину порядка 2 метров 32 сантиметров. В плане дополнительных удобств и фишек по багажному отделению здесь все очень скромно. Единственный плафончик с принудительным включением, плюс крючок для пакетов, но только по левой стороне багажного отделения. Под фальшполом в данном случае у нас располагается докатка. И вокруг нее предполагается складирование штатного инструмента. Так что в целом, по меркам компактных хэтчбеков, грузовые возможности Сузуки Болена стоит признать вполне приемлемыми. Ну а теперь переходим в салон Сузуки Болена третьей генерации. Отметить надо следующее. Сидеть здесь удобно, причем мне при росте 1,86 метра удалось быстро подобрать удобную посадку. Здесь присутствуют обе регулировки руля, как по вылету, так и по наклону, причем в довольно серьезном диапазоне. Сидение также регулируется, и вот это максимально отодвинутое назад положение. Я спокойно вытягиваю левую ногу в колени. Плюс здесь есть регулировка кресла по высоте. Поэтому с подстройкой удобной посадки здесь не возникнет проблем у водителей практически любого роста. Стоит отметить, что и само сидение здесь удобное. У него ярко выраженный профиль боковой поддержки, причем не только на спинке сидения, но и на подушке тоже. Оно надежно фиксирует ваше тело в поворотах. Что касается упоров под локти, на дверной карте присутствует подлокотник, причем отделанный кожей, ну либо кожзаменителем в данном случае. И на центральном боксе также есть подлокотник, тоже отделанный кожей. В принципе, они достаточно удобные. Удобный здесь также руль, который имеет кожаную отделку, хороший профиль и очень неплохо лежит в руках. По части клавиш и органов управления все привычно. Подрулевые переключатели на своих местах переключаются они с приятным усилием. Без дешевых пластмассовых щелчков тянуться к ним не нужно. С левой стороны на дверной карте абсолютно стандартный блок управления стеклоподъемниками и боковыми зеркалами. Здесь они еще имеют и функцию складывания. С левой стороны от рулевого колеса находится блок вспомогательных клавиш. Здесь корректор фар, клавиши включения камер кругового обзора, отключения системы стабилизации, парктроники и ряд клавиш, управляющих проекцией приборов на лобовое стекло. Такая опция в этом автомобиле есть. При помощи этих клавиш вы можете регулировать проекцию выше-ниже в зависимости от вашей посадки, менять ее яркость, а также режим отображения информации. Довольно неожиданно увидеть на бюджетной машине подобную опцию. А пользоваться ей, кстати, удобно. На рулевом колесе у нас также три блока клавиш. Внизу управление подключенным по Bluetooth телефоном, с левой стороны мультимедиа, а справа круиз-контроль. Из физических кнопок в автомобиле остаются только клавиши управления климат-контролем. Панель удобная, управлять ей можно не отвлекаясь от дороги. Индикация четкая и организована она. Понятно, плюс есть авторежим. Приборная панель выглядит оригинально. Она не перегружена информацией, читается очень хорошо. Цветовая палитра абсолютно не раздражающая. Плюс на приборке есть очень информативный центральный дисплей, на который выводится масса различной информации. Начиная от расхода топлива и заканчивая индикатором боковых и продольных перегрузок, а также индикаторами задействованной мощности и крутящего момента. Плюс отдельно можно вывести диаграмму, показывающую степень нажатия на педаль газа и тормоза. Вряд ли это имеет большую практическую ценность, но смотрится интересно. По центру приборной панели у нас огромный экран мультимедийной системы, с которого вы управляете всем, что относится к музыке. Телефоном, подключенным по блютузу. Здесь же информация с бортового компьютера по части расхода топлива. Ну и конечно картинка с камер кругового обзора, которые здесь действительно круговой в прямом смысле этого слова. Так что проблем с парковкой на этом автомобиле явно не будет никаких. Что касается обзорности вперед, то в данном случае стоит отметить довольно высокую линию приборной панели. Лобовое стекло здесь очень узкое и действительно напоминает амбразуру. А открытый противосолнечный козырек еще сужает поле зрения, дополнительно вызывая ассоциации со спортивными машинами. При этом боковая линия остекления относительно низкая. Ну а вот боковые зеркала могли бы быть и побольше. Во всяком случае родственник этого автомобиля, модель SX4, имеет хорошие большие по площади и информативные зеркала. Здесь производитель маленько поскромничал. При этом мониторинга слепых зон на машине, кстати говоря, нет. Что касается бардачков, подстаканников и прочих удобств, то в этом автомобиле присутствуют два подстаканника перед селектором коробки передач, которые, кстати, здесь имеют привычную форму с курком блокировки. Есть небольшая полочка, куда можно сложить мобильный телефон или какую-то мелочевку, 12-вольтовая розетка, USB-розетка. Ну а по части бардачков стандартный, весьма среднего размера основной перчаточный ящик и маленький бокс по центру. В дверных картах внизу довольно длинный карман, передняя часть которого отформована под бутылочку. Что касается места сзади, при росте 1,86 м я сажусь сам за собой вполне вольготно. Колено не касается спинки переднего сидения, хотя, конечно, расстояние здесь остается уже минимальное. Пространство над головой есть, но его, опять же, минимум. При этом какого-то ощущения стесненности здесь нет. Заднее сидение тоже имеет профиль под двух седоков, но не столь явно выраженный, как спереди. Центральная часть все равно довольно плоская, и третьего пассажира при желании вы здесь разместите. Тем более, что тоннель на полу относительно невысокий. И мешать размещению третьего седока вряд ли будет. Спинка заднего сидения по наклону не регулируется, никакого центрального подлокотника здесь нет тоже. А из удобств для задних пассажиров можно отметить наличие собственного дефлектора вентиляции и двух USB-розеток для зарядки мобильных устройств. Под левой рукой на дверной карте есть подлокотник, также отделанный кожей. Есть подстаканник внизу дверной карты, да и с обзорностью все обстоит относительно неплохо. Хотя площадь остекления задних дверей ощутимо меньше, чем передних, но ощущения нахождения в блиндаже здесь нет. Можно ли отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении этого автомобиля? Да. Ну а теперь про подкапотное пространство. Если на праворульных вариантах этой модели ставились трехцилиндровые турбовые, либо четырехцилиндровые атмосферники объемом 1 и 1,2 литра соответственно, то в данном случае у нас полторашка. Мотор этот носит индекс К15Б и это довольно новый двигатель. Появился он в 2018 году. При этом по конструктиву мотор простейший. Здесь алюминиевый блок цилиндров, головка блока с двумя распредвалами, фазовращатель стоит только на впускном, гидрокомпенсаторов зазоров клапанов нет, привод ГРМ цепной, а впрыск топлива самый обычный распределенный. Что касается масляного сервиса, этот двигатель выдает 103 лошадиные силы и 138 ньютонометров крутящего момента. С ним данный хэтчбэк разгоняется до 100 км в час на автомате за 11,6 секунды, а расход топлива в трассовом цикле порядка 5,3-5,5 литров на 100 км пути. В городе побольше, но незначительно. Объем заливаемого сюда масла 4 литра, вязкость 5В30. Как и подавляющее большинство малолитражных моторов в Сузуке, этот двигатель довольно надежен, его ресурс превышает 300 тысяч километров пробега. Ставился он далеко не только в Болена, но и в целый ряд других моделей, включая, например, внедорожник Джимни. Что касается каких-то слабых мест по данному двигателю, то есть единичные случаи, когда двигатель начинал подъедать масло на довольно небольших пробегах, ну и второй момент связан с цепью ГРМ. Ресурс ее здесь не бесконечен, и она может потребовать замены на пробеге 1150. Но, повторимся, сам мотор довольно ресурсный, причем не трудоемкий в плане обслуживания. Во всяком случае, катушки зажигания, свечи здесь на виду. В паре с этим единственно возможным двигателем трудится обычная автоматическая коробка. Это классический автомат. Причем, в отличие от японца, где автомат на трехцилиндровом турбомоторе был шестиступенчатый, здесь всего 4 передачи. Интервал замены масла в коробке 60 тысяч километров пробега. И при данных условиях, эти трансмиссии, скорее всего, легко пройдут рубеж в 300 тысяч. Ну, а перед тем, как посмотреть на Сузуки Болена снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для этой модели 150 миллиметров. Самая низкая точка в данном случае будет находиться по центру, под пластиковой защитой. До нее от поверхности асфальта те самые 150 миллиметров. Чуть-чуть ниже этой отметки, буквально на 5 миллиметров, находится резиновый брызговичок. До него 145. Сам же передний бампер находится в 19 сантиметрах от асфальта. Расстояние до порога за передним колесом 19 сантиметров. До края брызговика перед задним колесом 17, а до самого порога порядка 22. А расстояние от земли до заднего бампера целых 27 сантиметров. Причем нужно отметить, что чуть ниже этого габаритного значения свисает разве что буксировочная петля. Выхлопная труба полностью в габарите, поэтому по части клиренса Suzuki Balena это практически кроссовер. Ну а теперь давайте посмотрим, что представляет собой Suzuki Balena 22 модельного года снизу. В данном случае по части концепции подвески это классический вариант для данного класса компактных хэтчбеков. Передняя подвеска типа Макферса, ну а сзади зависимая. Нижние шаровые опоры передних рычагов в данном случае запрессованы туда. По задумке производителя менять их придется вместе с рычагами, но на практике я думаю будут подобраны детали-заменители. Автомобиль новый, поэтому бросается в глаза обилие дилерской маркировки на деталях ходовой части в том числе. Рулевая рейка в данном случае у нас электрическая, никакого гура на этом автомобиле уже естественно нет. А стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае расположен на подрамнике перед рулевой рейкой, поэтому подлезть к его креплениям в принципе можно, но придется изловчиться и сделать это вслепую. Также на этом новом автомобиле присутствует дилерская грязезащита моторного отсека. Сделана она из материала чем-то напоминающего войлок, ну а боковушки фартука здесь пластиковые. Что касается антикоррозионной обработки с завода, автомобиль собирался в Индии для рынка Арабских Эмиратов, поэтому по части антикорроза здесь все обстоит крайне скромно. По сути дела мы видим следовые количества шовного герметика, ну а кроме него никакого дополнительного антикоррозийного состава на днище мы не наблюдаем. Это просто окрашенный с завода металл. В задней части автомобиля мы наблюдаем топливный бак, выполнен он из пластика и имеет объем 37 литров. А вот его заливная горловина состоит из резиновой трубки и все-таки металлической части, которая, кстати говоря, обработана чем-то наподобие антикора. Задняя подвеска здесь очень простая, это самая обычная балка с двумя саленблоками, амортизаторы и пружины разнесены по отдельности. Ну а по части тормозной системы передние тормоза здесь дисковые, задние барабанные, ручник самый обычный механический, все по классике. Но антикоррозийного состава сзади в районе усилителя бампера и тазика, естественно, тоже нет сугубо шовный герметик. Так что если вы планируете эксплуатировать такой автомобиль в регионе, где в ходу антигололедные реагенты и делать это долго, обработайте днище дополнительно, пока машина еще имеет вот такой общий вид. Таким мы увидели сегодня автомобиль Сузуки Балена, третья генерация для рынка Арабских Эмиратов. Напоминаем, это новый автомобиль, пробег на одометре всего 149 километров. Год выпуска 2022, полуторалитровый бензиновый двигатель, 103 лошади, автомат и передний привод. Если вы уже обзавелись подобной машиной, проехали на нем достаточное количество километров и вам есть в чем нас поправить и чем дополнить, обязательно пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который оказался сегодня у нас на подъемнике, есть хороший шанс, что к моменту, когда это видео будет опубликовано, машина все еще будет находиться в продаже у нас в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по автомобилю вы можете уточнить, воспользовавшись контактным телефоном, указанным в описании под видеороликом. На нем есть WhatsApp, так что звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие машины вы хотели бы видеть у нас на подъемнике в будущем, ну а мы постараемся их для вас раздобыть и отснять. На этом все, спасибо за внимание, хорошего дня и до новых встреч на канале. Пока!